Здравствуйте, это программа Город С, я Елена Чернявская. Сегодня библиотеки постепенно отказываются от старого концепта «Пришел, увидел, почитал», ориентируясь на новые форматы взаимодействия с аудиторией. Не мудрено, ведь люди, предпочитающие бумажные книги, становятся редкостью, а библиотекам нужно привлекать читателей. Какие конкурсы и проекты сегодня наиболее интересны читателям, я говорю с моими гостями в студии. Леонид Владимирович Немцев, главный библиотекарь СМИПС, город Самара, и Инна Александровна Емщикова, ведущий специалист СМИПС, Самара. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Ну что же, давайте побеседуем на заявленные темы, а темы очень любопытные. Вот первый мой вопрос – лид-механика. Ну, во-первых, что это такое, и почему в литературе посвящена группа именно с таким названием? Ведь механика, если я не заблуждаюсь, это область физики. Да, это область физики, потому что меня всегда интересовало совмещение разных областей знания. И действительно нельзя подходить к чтению литературных произведений исключительно с филологической позиции. Этого недостаточно. Требуется знать биологию, физику, психологию, мифологию. Даже если читаешь любовный роман. Особенно, если читаешь любовный роман. Это вообще здесь химия на первом плане должна выступать. И такое название должно настраивать нас на какой-то такой ренессансный дух. Потому что это было время, которое сейчас очень сильно востребовано, когда нужно объединять знания, объединять представления. Так, ну хорошо. А вот произведения все-таки можно прочитать глубоко, можно прочитать еще глубже, или все-таки это какой-то бесконечный процесс? Есть определенный план такого приближения к идеальному пониманию. И сейчас мы живем в такие времена, когда мы как будто бы утратили представление о том, что произведение может быть прочитано. Идеально прочитано. А я опираюсь на то, как произведение сделано. Пушкин произнес такой закон, что произведение должно судить по тем законам, по которым оно создано. Обычно мне на это отвечают, что это идеальная позиция, это невозможно, это недостижимо. Я увидел по некоторым своим аналитическим работам, что можно. Можно понять, в какое время создавалось произведение, какой замысел в него заложен. И вдруг возникает эффект Эврики. Когда вы вдруг понимаете, о чем эта книга, при этом вы могли читать ее много раз, но вдруг вы понимаете, что она сложилась в единый образ, что ее можно понять. Я думаю, что если хотя бы каждый человек хотя бы один раз переживет такое состояние, когда знакомая книга вдруг стала понятна в каждом своем слое. Это очень сильно повлияет на развитие личности, сознания. И в общем-то я к этому и стремлюсь, к этому эффекту, когда все сложится. Но вы сейчас о себе говорите в единственном числе, но как это может помочь читателям, которые приходят в библиотеку? Вот, Инна Александровна, есть что добавить к этому? Да, конечно. Потому что в первый раз, когда познакомилась с лекциями Леонида Владимировича, тоже было такое откровение. Откровение было по поводу Льва Толстого и Анны Карениной. Ну, будучи школьницей, конечно же, знакомилась и читала с этим произведением. Но здесь оно открылось совершенно по-другому. И вот действительно несколько раз прочитанное, и вот по определенной схеме, по определенной методике прочитанное, оно очень глубоко раскрывается, и можно там найти ответы на очень многие вопросы, которым не задаешься при первом чтении, допустим. Ну, приведите мне, пожалуйста, самый наиболее простой пример. Но ведь когда читаешь произведение, читаешь текст, вы сейчас что имеете в виду? Чтение между строк или понимание какого-то определенного смысла? Ведь мы берем книгу затем, чтобы ее почитать. Опять же, повторюсь, будь то любовный роман, или там фантастика, или детектив. Ведь основное содержание книги – это смысл, и смысл приходит в конце произведения. Так вот, что вы имеете в виду, как можно понять книгу совершенно по-другому? Ну, совершенно правильно вы говорите, что смысл приходит в конце произведения, или даже через какое-то время после его прочтения. Это похоже на интерактивный процесс, потому что книга – это область знаковых шифров, кодировки определенной. Это очень похоже на современные компьютерные технологии. То есть для того, чтобы понять книгу, нужно ее скачать в сознание целиком. Каждый ее знак нужно скачать. Потом должна произойти какая-то операция, похожая на разархивирование. Потом ее нужно запустить, установить у себя в голове. Так что это довольно долгий процесс. Поэтому кажется, что все книги не могут быть так прочитаны, но стоит испытать эффект полного постижения с одной-двумя книгами, как дальше становится легче. Скажите, пожалуйста, вы вот этой технологией, если можно так назвать, учите читателей? Каким образом можно поближе познакомиться с тем, что вы предлагаете? Безусловно, я учу, но теоретические работы как-то не встречают внимания. То есть на своих лекциях я рассказываю, как это можно использовать, как привлекать сведения из области психологии, мифологии, как этим можно пользоваться. И, в общем-то, заметно, что некоторые мои слушатели начинают использовать эти методы, которые я называю методами глубокого чтения или умного чтения, или внимательного чтения. А вот интересно, вы сказали, Ирина Александровна, что приходилось бывать на лекциях, слушать. Вот лично вам как-то помог этот метод прочитать, может быть, не совсем литературу, а использовать в каких-то, возможно, других областях жизни элементарно? Ну, скорее всего, все-таки литературу, да, и неоднократно уже мой визит сюда был посвящен Рильке, и, конечно же, общество Рильке, работа в лаборатории международной исследовательской, она тоже построена по этому принципу, глубокому погружению в стихотворение, глубокому погружению в текст. И это очень значимо, особенно для меня, например, в литмеханике открылся так Толстой, а вот в Рильке открылась так поэзия. Потому что в свое время, когда я была школьницей, да и после этого к поэзии я, в принципе, относилась достаточно ровно, спокойно. Ну да, есть и все, не понимая основной сути, основных, так скажем, законов и прелестей всех. — Хорошо. Но вот все-таки большая часть литмеханики — это мифология. А почему вы так глубоко погружаетесь в нее? И скажите, пожалуйста, вот мифы можно ли увидеть в нашем современном, к примеру, мире? — Так, ну, наверное, не большая часть, потому что все-таки две трети внимания мы уделяем литературе. Но без мифологии невозможно. Потому что когда я погружаюсь в мифологию, ну, то есть, когда мы погружаемся в мифологию, потому что литмеханика — это все-таки не я, это большая группа, и слушатели тоже влияют на развитие лекций. — Мифология — это структура, которая, в общем-то, является таким образом скелетом сознания. То есть мы не можем по-другому мыслить, мы можем не осознавать, как работает мифология, но мы все равно действуем по определенным схемам, по определенным правилам. И когда мы погружаемся в древние мифологические мифы, мы вдруг можем увидеть, что эти же сюжеты все время развиваются в литературных произведениях. То есть, изучая мифологию, вы вскрываете какой-то первоисточник, а потом вдруг видите, как сюжет пробирается через века, видите его у Шекспира, у Достоевского, у Набокова, и понимаете, как он работает. В наши времена, конечно, мифология есть, но на то она и мифология, что миф — это то, что... Когда миф работает, когда миф живет, то современный человек не способен это осознавать, он просто им пользуется, он просто им мыслит. Он просто действует в соответствии со своей мифологией. Скажите, а вот кто ваша аудитория? Кто приходит вас слушать? И интересно ли то, вот о чем вы рассказываете, в том числе и сейчас здесь, в нашей студии, к примеру, старшеклассникам? Есть старшеклассники, но, в общем-то, моя аудитория — все. То есть, это люди всех возрастов, и даже всех областей знаний, потому что сразу, как лета дыханика складывалась, ко мне приходили студенты технических вузов, которым как раз не хватало знаний в области литературы. Но это известная вещь, потому что технари, так называемые, они все-таки, как правило, никогда не лишаются гуманитарных знаний, не интересуются историей, литературой очень живо. И сознание им это помогает. А вот печально, что гуманитарные знания, оно как раз уединяется, закрывается, закрывается от внешнего мира, от естественно-научных представлений. А так, я знаю, что люди всех возрастов совершенно, от школьников, ну, конечно, не совсем ранних, то есть старшеклассники, студенты и пенсионеры, и люди работающие, всех приходится видеть и со всеми приходится общаться. — Ирина Александровна, скажите, пожалуйста, вот как Вы считаете, на Ваш профессиональный взгляд, чем интересно еще это вот направление, мы сегодня говорим о литмеханике, и как его можно экспроприировать еще и в дальнейшее развитие литературы, поэзии, Вы сказали, рильки, а вот где еще интересно это направление, на Ваш взгляд? — Ну, проект «Элитмеханик» у нас стартовал с 2020 года в СМИПС, до этого он тоже самостоятельно существовал, и его судьба и жизнь в СМИПС сложилась достаточно хорошо, потому что мы здесь работаем, действительно, как Леонид Владимирович уже сказал, целой командой, здесь у нас и художник, здесь у нас и контент-менеджер, здесь у нас и непосредственно лектор, да, ведущий программы, и координатор всего этого, и оператор, и координатор всего этого проекта, и фотограф, то есть очень большая команда работает. И за вот то время, что с 2020 года он стартовал, у нас прошло 72 встречи, то есть 72 темы были глубоко раскрыты, познаны, прочитаны слушателями, и это значит, что и сайт библиотеки, наша виртуальная библиотека на сайте СМИПС, пополнилась более 70 лекциями, более 3000 подписчиков в социальных сетях, а уже готовые видеоверсии лекции мы размещаем на известном интернет-канале. Там тоже более 60 тысяч просмотров, подписчиков, и замечательная очень картина складывается. То есть востребованный проект. Да, проект востребованный, и то, что касается, допустим, старшеклассников, то это тоже большой плюс для их экзаменов в будущем. Допустим, ЕГЭ, да, это тоже очень большая подготовка, несмотря на просто тестовую форму, но сейчас уже еще и введено сочинение, и этот проект и прослушивание этих лекций, оно раскрывает более полное произведение. Наверное, в помощь, потому что все-таки экзамены сейчас дают более в письменной форме, и старшеклассники, а говорят, педагоги во всеуслышание разучились разговаривать. Да, и это тоже очень большой, хороший показатель того, что это лекции, и вот этот проект, он поможет им в дальнейшем и при поступлении, и вот сейчас при окончании школы. То есть даже просто полюбить литературу, ну пусть и вот сейчас, пусть уже и в конце своего обучения, но все-таки сделать этот шаг к литературе. Ну хорошо, спасибо, Леонид Владимирович. Хочу предоставить вам заключительное слово, чтобы вы пригласили всех желающих прийти, познакомиться с вами лично, ну и послушать ваши лекции. Следующие наши лекции на март посвящены таким темам, как «Пиковая дама Пушкина», «Смерть короля Артура», сэра Томаса Меллари, роман 16 века, и мифологическая тема «Домиурка Трикстер». То есть занятия проходят по вторникам 18.30 в Центральной городской библиотеке имени Крупской. И литмеханика очень хорошо себя чувствует в системе СМИПС, потому что новое поколение библиотечной системы как раз настроено на увеличение запасов, библиотечных запасов. То есть, например, в институте все-таки лекции читаются живьем или сейчас часто онлайн, и расходятся, и как-то пропадают. А библиотека копит эти знания, копит, аккумулирует, и позволяет их записывать, фиксировать. Так что... Милости просим? Милости просим в гости. Это в современной, в главном корпусе, в Центральной городской библиотеке, и имени Крупской теперь совершенно чудесной. Чудесная атмосфера, чудесный антураж с настоящими воссозданными фантазиями Леонарда да Винчи. Так что там обязательно надо побывать. Я приглашаю. Спасибо вам большое. Ну, а мы не прощаемся, уважаемые телезрители, а только на секундочку прервемся. Ну, а к нам присоединилась Людмила Григорьевна Яблонко, главная библиотекарь филиала библиотека номер 23, СМИПС Самара. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и что же, и продолжаем нашу программу. Инна Александровна, вот проект фэнтези, наши мифы и сказки, да? Очень любопытный, интересный проект и интригующее название. Так, пожалуйста, расскажите, в чем особенности этого проекта. Ну, фэнтези, да, это у нас премьера этого проекта, и приглашаем всех поучаствовать в нем. И, конечно же, хочется сказать, что фэнтези стала популярна, вот и сейчас набирает популярность среди наших читателей, в том числе и российская фэнтези, на которой мы, в принципе, и делаем упор в нашем проекте. Фэнтези – наши мифы и сказки. И современный портал, современный сайт, литературы сам издат, при библиотеке Машкова, мы можем сослаться на него и увидеть, что там размещен топ 40 разных произведений, и в числе которых побеждает и лидирует, в основном, это фэнтези и фантастика. Причем фэнтези намного больше, чем фантастики. Интересуются и опубликованы, ну и прочитаны, соответственно, этих произведений. Вот у нас и зародился такой проект, который называется «Фэнтези – наши мифы и сказки». А в рамках этого проекта с 1 марта стартует всемирный, всероссийский литературный онлайн-конкурс, который называется «Прочитай его». Оговорочка была всемирной, в принципе, международное сотрудничество и участие у нас тоже приветствуется. Приветствуется, да, приветствуется, все работы примем, пожалуйста, присылайте. У нас три номинации будет. Это номинация «Буктриллер», то есть, соответственно, ролик по содержанию книги. Для тех, кто не хочет снимать ролик, да, и чувствует себя оператором и создателем короткого фильма, предусмотрена номинация «Анотация» или «Отзыв», где мы приглашаем поучаствовать тех, кто любит высказывать свое мнение о литературе и о книге. Тоже будем очень рады. И необычный для библиотеки-конкурс иллюстрация. Это иллюстрация непосредственно к сборнику, к полюбившемуся российскому фэнтези, да, автора, подбора иллюстрации, и в том числе обложка книг тоже приветствуется. Ну, а подробности об этом конкурсе вы можете узнать на сайте СМИПС и в группе в социальной сети ВКонтакте, которая называется «Фэнтези. Наши мифы и сказки». Ну, мы еще поговорим об этом конкурсе, да, более подробно еще расскажете. Людмила Григорьевна, вот уже второй международный конкурс творческих работ «Пишу» в стиле «Шукшина». Расскажите, пожалуйста, это все-таки самостоятельный конкурс или он проходит в рамках какого-то проекта? Потому что мы с вами о первом конкурсе говорили, сейчас второй. Да. Администрация Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы и библиотека филиал номер 23 прилагают немало усилий к тому, чтобы библиотека номер 23 носила имя Василия Макаровича Шукшина. Поэтому с 2019 года наша библиотека реализует проект «Талант высокой простоты», посвященный жизненному и творческому пути Василия Макаровича Шукшина. Достаточно сказать о том, что в рамках этого конкурса прошли масштабные мероприятия. Это прежде всего конкурсы, такие как конкурс буктрейлеров «Чудаковатые герои к юбилейным произведениям писателя», это конкурс рисунков иллюстраций героя Шукшина глазами читателей и первый международный конкурс, о котором мы говорили. Сейчас у нас на старте уже объявлен второй международный конкурс «Пишу в стиле Шукшина». Он стартовал с 1 февраля по 30 июня. Пройдет он в три этапа. С 1 февраля по 20 июля, по 30 июня мы будем принимать заявки и творческие работы. С 1 июля по 20 июля работы будут оценивать жюри, а 25 июля уже на дне с Шукшиным будут объявлены победители. Этот конкурс пройдет по двум номинациям – «Шукшинский стиль» и «Сценарии по произведениям Василия Макаровича Шукшина». Думаю, что эта номинация интересна тем, что каждый участник может попробовать себя еще и в роли сценариста. На конкурс участник высылает одну творческую работу, обязательно с соблюдением авторских прав. Что еще хотелось бы мне обратить ваше внимание на те издания, которые вышли по проекту «Талант высокой простоты». «Памяти Шукшина» – это биографический альбом. Здесь как бы своеобразный путеводитель по основным вехам жизни и творчества Василия Макаровича. «Магия Шукшинского слова» – это сборник творческих миниатюр. Здесь помещены рецензии, миниатюры и отзывы читателей о художественных фильмах Василия Макаровича Шукшина. Очень интересно. Да, в буклетике. Интересный библиографический дайджест «Василий Макарович Шукшин. Грани судьбы и таланта». Здесь помещена краткая биография Василия Макаровича. Здесь помещены две статьи с заочного круглого стола, посвященного 90-летию писателям. Кроме того, здесь вы можете ознакомиться с фильмографией, а также отдельный раздел посвящен теме «Шукшин» и «Самара». Хорошо, сейчас непременно продолжим. Вот, да, Инна Александровна, возвращаясь к вашему проекту «Фэнтези. Наши мифы и сказки», скажите, пожалуйста, вот на что в первую очередь стоит обратить внимание участникам? И в конкурсе могут принять абсолютно любые желающие? И, конечно, мне кажется, ну вот все конкурсы, наверное, в чем-то, но похожи. Когда принимаешь участие в библиотечных вот именно конкурсах, что нужно учесть в первую очередь? Нужно учесть в свой творческий потенциал, потому что любой конкурс, я не говорю только о библиотечных вообще, он способствует тому, что человек, участник конкурса, как-то вдохновляется и самопрезентуется, и растет, растет в своих глазах, растет в глазах окружающих, и это ему помогает в жизни, ну и просто доставляет удовольствие. Потому что если ты занимаешься любимым делом, даже если это и хобби, да, все равно ты становишься чуточку счастливее. Вот поэтому и все наши конкурсы... Образование и эрудирование я хочу добавить. Совершенно право. Конечно, безусловно. А вот скажите, кто в первую очередь принимает участие в ваших конкурсах? Ну, во-первых, какая это возрастная категория, а во-вторых, люди в какой профессии? Люди всех профессий участвуют в конкурсах, у нас даже и спортсмены участвовали в конкурсе, о котором я скажу чуть позже, и тренера, так что абсолютно все профессии важны. География профессий разнообразна, да? Да, точно так же, как и география стран-участниц. А возрастной ценз у нас 16+, потому что в фэнтези у нас встречаются достаточно взрослые темы, достаточно обширные темы, на которых можно уже говорить тогда, когда ты больше осознаешь и придешь к этой литературе. В общем, официальные рамки у нас 16+. Но мы рассмотрим работы и других участников, если они, конечно, будут тоже соответствовать авторским правам, и всем пунктам положения конкурса «Прочитай его». И хотелось бы привести цитату Джона Мартина, наверное, самого известного фантаста у нас сейчас на слуху. Он сказал, что, по-моему, мы читаем фэнтези, чтобы вернуть утраченные краски, ощутить вкус пряностей и услышать песню сирен. Есть нечто древнее, истинное фэнтези, затрагивающее глубокие стороны в наших душах. Фэнтези обращается к спрятанным глубоко в нас ребенку, который мечтает, что будет охотиться в лесах ночи, пировать у подножия гор и найдет любовь, который будет длиться вечно, где-то к югу от Ос и северу от Шангри-Ла. Так что добро пожаловать снова в детство. И вот хотел представить вашему вниманию такой сборничек Сергея Лукьяненко. Новый у него роман вышел. Это достаточно известный писатель. Но у нас новое поступление. И хотелось бы немножко рассказать о нем. Прям буквально одну цитату из этой книжечки, которая тоже подчеркивает значимость фэнтези в нашей сложной жизни полный сует. А туман все не кончался и не кончался. Мир снов реален, внезапно сказал Креч. Не так, как наш, но и наш. Не так реален, как сны. Не забивай себе голову, молец. Радуйся. Вместо одного мира тебе даны два. Замечательные слова. И я думаю, они как раз способствуют развитию этого проекта и как раз участию в конкурсе. А работу мы принимаем уже начинаем с 1 марта. Так что, пожалуйста, присылайте. На сайте СМИПС положение вывешено. С ним можете познакомиться. Добро пожаловать в группу ВКонтакте. И до 30 сентября мы ждем всех участников. Ну что же, от фэнтези возвращаемся к Шакшину. Да, Людмила Григорьевна, а скажите, а вот что нового во втором уже этапе конкурса? Также вот какие сроки проведения? Может быть, какие-то есть возрастные ограничения? Скажите, где можно познакомиться с положением конкурса? Возрастные ограничения 16+. Значит, опубликовано положение о конкурсе на сайте Самарской муниципальной информационной библиотечной системы. Также на страничке библиотеки ВКонтакте в проекте «Талант высокой простоты». Я хотелось бы вернуться уже ко второму международному конкурсу. И сказать о том, что уже поступили 13 творческих работ из Самары и Самарской области, Кемеровской области, Республика Коми, города Красноярск, Ижевск, Омская, Ростовская область, Нижний Новгород. Это ваши коллеги-библиотекари? Нет, это жители и читатели регионов. Но поскольку международный конкурс, будем ждать еще и творческие работы, присланные из ближнего и дальнего зарубежья. Потому что по первому международному конкурсу мы знаем о том, что два призопобедителей отправились в Соединенные Штаты Америки и в Израиль. Ну, если международный конкурс, ну, просто вот так и наталкивает. Меня спросите, значит, какие-то колоссальные призы, раз люди присылают работы со всей России, даже с заграницы, и принимают участие, и такое внимание. Да, конечно, это великий писатель. Я очень сама люблю творчество Шокшина, и как режиссер его очень ценю. Но вот так все масштабно. Да, произведения Василия Макаровича Шокшина уже давно стали классикой, потому что они глубоко нравственные. Они воспитывают в человеке доброту, ответственность, любовь к родине, любовь к матери, любовь к природе. Поэтому это сейчас актуально. И у нас очень много желающих принять участие в конкурсе. И пользуясь случаем, я хочу обратиться к жителям и читателям Самары и Самарской области. Пожалуйста, принимайте участие во втором международном конкурсе творческих работ «Пишу в стиле Шокшина». Мы ждем Вашей работы и будем очень этому рады. А на вопрос про приз так и не ответили. Пока это сюрприз. А, пока сюрприз. Ну хорошо. Настаивать не буду, но когда конкурс завершится, я думаю, что Вы откроете завесу этой тайны и будет еще одним приятным сюрпризом. Ну что же, наше время вот так быстро прилетело и подходит к концу. Я вижу, что Вы пришли не с пустыми руками. И, пожалуйста, проанонсируйте те произведения, о которых хочется поделиться с нашими телезрителями. Да, но еще хотелось бы, конечно, сказать о третьем международном конкурсе «Читаем, понимаем, переводим» Рильки. И у нас новые номинации открылись. В смысле номинации те же «Читаем, понимаем, переводим», но по новым произведениям. И вот одно из таких произведений будет «Флорентийский дневник», самое известное произведение Рильки. И по нему номинации, для него предусмотрены номинации «Понимаем» и «Читаем». А переводить мы будем по сборнику «Жертвы Ларам». Вот такие произведения у нас в этом году в конкурсе «Читаем, понимаем, переводим» Рильки участвуют, и, пожалуйста, присылайте свои работы, присылайте свои заявки на конкурс с 1 марта по 1 октября. Ждем вас. А, соответственно, все положения и новости о конкурсе вы узнаете в группе «Общество Рильки» в социальных сетях и также на сайте СМИПС. Ну и про книгу, которая не останется незамеченной. Книга, которая не останется незамеченной. Это еще один проект, еще один конкурс. «Знакомьтесь с Михаилом Тарковским». Это уже второй всероссийский конкурс. И книга новая, которая выпущена Михаилом Тарковским, собрана здесь малоизвестные его произведения, малая прозва, это короткие рассказы. И в том числе, конечно же, мы снова возвращаемся на просторы Сибири, снова погружаемся в быт сибирских промысловиков, охотников. Замечательная очень книга. Пожалуйста, добро пожаловать к нам в систему, в систему библиотек, где вы можете насладиться чтением данного произведения. Ну, а я в свою очередь благодарю вас за очень интересную беседу и, конечно, за новости, с которыми вы сегодня пришли поделиться. Благодарю вас. Ну, а вам, уважаемые телезрители, хочется пожелать обязательно принимать участие в конкурсе. Вот стараются библиотекари для вас, чтобы вам было интересно и чтобы, конечно же, развивались, так же, как и школьники, и люди более старшего поколения. Читайте. Это очень интересно. Всего хорошего. До свидания.